На первый взгляд они обычные третьеклассники, но на самом деле это агенты 0-1. Их миссия проста – помочь королю огнетушителей вспомнить, как ликвидировать возгорание. Такова легенда первого в Одинцовском районе квеста по пожарной безопасности, который прошел в третьей школе. Сначала ученики собирали экипировку огнеборца, каска, жилет, защитная маска. Попутно вспоминали, какие предметы представляют опасность и разгадывали тематический кроссворд. Чтобы перейти от одного задания к другому, нужно было постараться найти ключи или собрать формулировку поставленной задачи по словам. Впрочем, это не вызвало сложности у третьеклассников. Правила пожарной безопасности они знают на отлично. Допустим, если я поставила на плиту еду, я всегда за ней слежу, никогда не отхожу далеко от плиты, не играю со спичками, не пользуюсь зажигалкой, не зажигаю разные свечи, потому что я знаю, что это небезопасно. Не надо оставлять утюг включенным в розетку, нельзя оставлять еду готовящуюся, со спичками нельзя играть, с зажигалками, петарды нельзя дома взрывать. Нельзя зажигать спички, если ты ребенок. Нельзя оставлять открытым. Если у тебя газовая плита, нельзя открывать газ, и может случиться взрыв. В финале квеста школьников ждало самое сложное задание. Им нужно было подсоединить пожарные рукава к гидранту. И хотя ребята работали дружно, без помощи профессионалов справиться не удалось. Рукава подсоединены, ствольщик и подствольщик заняли свои позиции к тушению возгорания. Ученики третьих классов готовы. Хотя пожарные надеются, что эти знания им никогда не пригодятся. Но лишними они точно не будут. Они узнали, что есть такое пожарная охрана, как производится тушение, как подключаются, как пользоваться огнетушителем, как подключаются к пожарным кранам, к пожарным колонкам, гидрантам. И это им необходимо будет, ну, не дай бог, конечно, если им когда-либо это понадобится, но если вдруг они уже будут не первый раз это видеть. За успешное прохождение квеста ученики третьей школы получили сертификат от Одинцовского отдела надзорной деятельности. В ближайшем будущем такие мероприятия пройдут и в других образовательных учреждениях муниципалитета.